всем хай дорогие друзья с вами валерий хаус и эта игра in space 2980 это стильный и динамичный скролл-шутер из эпохи 16-битных консолей и аркадных автоматов который выполнен в современной 2d графики ну что давайте начнем участие захватывающим приключений и спасем галактику снова поехали конце 32 века два столетия назад человек про прозвищу призрак открыл портал другой мир с которого прошли могущественные существа и погрузили галактику в хаос войны объединивший раз организовали мощную оборону однако силы пришельцев много раз происходили силы союзников с каждым годом этот разрыв только возрастал конце концов захватчики одержали победу оккупировали большую часть населенных миров галактики оставшиеся силы союзников перешли в тактические партизанские войны на протяжении десятилетий сопротивления не добивалась существенных побед лучший боевой пилот сопротивления на оборудованном самому совершенным системным многоцелевом истребителе был отправлен в прошлое чтобы любой ценой остановить там что-то вот я не успел прочитать если вам интересно можете поставить на паузу и и прочитать слишком быстро как то это все там 17 декабря 2980 года переход во времени осуществлен системные функционируются исправно основная задача разыскать призрака сканируя систему обнаружены неопознанные корабли настроены агрессивно какие действия предпримем так видимо пираты куда же без них напомни ко мне основные введения боя левый стик или д-пад управления король кораблем правый т или правый б атака левый б вызывать дрона левый т применить спецприем на стрельбу расходится энергия поэтому неразумно держать кнопку атаки всегда зажатой необходимо давать энергии восстановиться напомни об идентификации состояния систем красная шкала показывает повреждение корпуса оранжевая шкала отображает количество оставшейся энергии которые расходуются на стрельбу голубая шкала показывает текущий заряд щита щит защищает от энергетических атак противника однако от прямого столкновения или ракета он не защитит зеленая шкала справа показывает заряд бонусного оружия счетчик внизу слева отображает количество свободных кристаллов расскажи про кристаллы давай кристаллы телерия сокращенной их обозначают символ тр эти фиолетовые кристаллы можно обменять на улучшение систем корабля также иногда при взрыве телерия может наделяться необычными свойствами такой телерий называется артефакт что я должен знать об артефактах артефакты наделяют корабль положительными или отрицательными свойствами зеленый мгновенно остановит щит броню или энергию синие временно повышают некоторые характеристики корабля красные негативно влияют на систему корабля желтый активирует дополнительное вооружение понятно но по ходу игры будем разбираться ладно давай надерем пару задниц музыка здесь в игре мне нравится прикольная такая прям ретро wave такой играет ностальгирует и графика кстати такая качественную яркая такая красочная насколько я знаю такие вот скролл шутеры они просто были раньше хардкорные которые не под силу каждому пройти это надо быть заядлым таким игроком на и я в принципе в детстве как бы ну любил так такие игры игры поиграть такие такого жанра но сильно я с ними не задрачивался как бы на у них такие всякие фишечки куча оружия вот и с каждым разом непонятно что там происходит вообще на экране бывает у лазер какой крутой ого что 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 было зафиксировано критическое повреждение системы продолжение боя невозможно почему что случилось окей что за коробка ух ты нифига я понимаю вот это вот фиолетово это вот и есть вот эти кристалль кристаллы тире телерии почему я сдох непонятно я что-то пропустил вот ну любителям таких игр как бы я думаю игра понравится потому что она реально сделано в таком стиле как как это было раньше просто жесть просто просто космос так синие нормальные желтые это по-моему новое оружие а нельзя долго держать же кнопку на выстрел тратится энергия красное это уменьшает влияет негативно да сколько здесь красных во 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 зеленая а энергии воспоминали отлично во 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 так места которые где я буду умирать по 120 раз я буду вырезать потому что не интересно смотреть где миллион раз гибну на одном и том же месте это как то будем буду записывать именно чисто прохождение это что ты не дохнешь то во 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 так энергию восполнили вот она вот она начинается непонятно что где как повернуть куда полететь кого стрелять кто в меня стреляет во взяли что то вот мне нравится вот такие вот как бы оружие когда со всех сторон стреляет прицельный огонь можно не вести в принципе такое что вражеское суда сто процентов смысле до шли до босса во 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 до босса дошли ничего сюда так 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 а что происходит Что за жесть Что это за фиктивные критические Провеждения А чёрт Так надрал мне задницу Это вражеское судно Я думаю на нём стоит Использовать Специальные Атаки Так дополнительный дрон Прилетел Давайте попробуем загасить 50% уже Снесли мы Давай 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 Осталось чуть чуть 10, 8, 6 4 3, 2, 1, есть Ооооо игра то продолжается Попадание ракеты в двигатель Перегрузка реактора Система отказывает Орудия едва работают Так а это ещё кто? Оооооу А она что Она будет Как бы без Остановок игра такая идёт Ооооу утихо А, это что, добрые? Вижу, тебе помощь не помешает Не переживай, я не враг Давай убираться отсюда, пока не прибыли новые пираты Я скинул координаты станции убежища Там мы будем в безопасности Какая-то Соня пришла нам на помощь Так, у меня мало времени, я кое-кого ищу Хорошо Но, что, нам помощь не помешает, да, я думаю? Давайте отправимся Согласимся Добро пожаловать в убежище Приют контрабандистов, свободных торговцев и просто искателей приключений Не знаю, кто построил эту станцию, но они явно были знатоками своего дела Когда несколько лет назад мы обнаружили это место, оно выглядело заброшенным Однако все системы оказались полностью работоспособными Мы адаптировали станцию под наши нужды И с тех пор она служит домом для всех, кому больше некуда пойти Вот такие дела Зови меня Соня, я здесь за главную А ты не похож на местных? Ты из центральных систем? Каким ветром тебя занесло в это всеми забытое место? Ненавижу... А, ненавижу... Неважно откуда я, но мне нужна помощь Я ищу человека по прозвищу призрак Призрак ищешь? Серьезно? На какой черт тебе этот поехавший? Он же помешан на этих своих пророчествах о высшей расе, новых богах и прочей ереси Впрочем, неважно Я знаю, где его искать Да и никто... А, я не знаю, где его искать Да и никто не знает Он живет на своем корабле и постоянно меняет дислокацию А чего тебе от него надо? Эти так называемые боги, о которых он говорит, действительно существуют И он готовится к их приходу Ты это сейчас серьезно? Головой ударился, да? В эпоху технологий и всеобщего просвещения становится все больше верующих во всякие пророчества, волшебство и прочую чепиху Куда катится этот мир? Впрочем, есть идея У меня тут некоторые проблемы с местными пиратами Если поможешь мне их решить, то подниму свои связи и постараюсь организовать тебе встречу с призраком Так, у меня нет так много времени Может ты просто скажешь, где его искать? Ты, видимо, уже забыл, но несколько часов назад я тебе жизнь спасла А ты даже не поблагодарил А теперь снова требуешь моей помощи, не предлагая ничего взамен? Нет, так дела не делаются Если хочешь получить мою помощь, то сперва ты помоги мне Для начала вот тебе простое задание Отправляйся в астероидное поле неподалеку и уничтожь по меньшей мере 100 Нет, 102 астероида Так я удостоверюсь, что от тебя есть польза Ага, будь по-твоему Если это поможет мне в поисках призрака, то я поработаю на тебя Итак, нас наняла Соня Брифинг Что у нас с брифинг? А, понятно Брифинг Апгрейд корабля О, прокачка есть Скины корабля Выбор миссии Апгрейд корабля Давайте посмотрим, что мы можем апгрейдить Так, прочность корпуса Чем больше этот показатель, тем больше урона сможет выдержать корабль Стоимость улучшения 1000 Регенерация корпуса Определяет скорость восстановления повреждений корпуса Емкость щита Щит защищает корабль от атак и из-за энергетического оружия Скорость восстановления Чем выше этот показатель, тем быстрее восстанавливается щит Максимальная скорость Чем выше скорость, тем выше шанс уклониться от снаряда противника Снижение инерции Чем ниже инерция, тем быстрее корабль набирает максимальную скорость Запас энергии Максимум энергии, доступные для стрельбы Скорость восстановления энергии Чем выше этот показатель, тем быстрее восполняется энергия Мощность пушек Увеличение наносимого урона Также повышает расход энергии Скорострельность Сокращает интервал между выстрелами Так Что, прочность корпуса Давайте увеличим Так, у нас осталось 1100 очков И что, 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 что бы Так Быстрое восстановление щита Максимальная скорость Чем выше скорость, тем выше уклониться Выше шанс уклониться Понятно Ну давайте Давайте увеличим максимальную скорость Уклоняться нам придется много Так, скины корабля Феникс Кайбертэч Радиус сбора кристаллов увеличен Мелкие аллунки кораблей астроидов наносят А, не наносят урон Радиус сбора кристаллов увеличен Не-не, мелкие аллунки кораблей астроидов не наносят урон Вот это будет получше Так, выбор миссии Итак, ооо, цепочечка там немаленькая Я смотрю Охота за астероидами Чтобы Соня помогла мне найти призрака Я должен проводить на нее Для начала она поручила уничтожить некоторое количество астероидов Задача сбить 102 астероида Ну что Так, подготовка к бою Основное оружие Веерная пушка Стреляет сразу несколькими зарядами Образуя форму веера Урон средний Расход энергии высокий Площадь поражения высокая Дальность высокая Скорострельная пушка Низкий урон компенсируется Скорострельностью стрельбы И понижением расхода энергии Снаряд после столкновения С целью продолжает движение Атакуя следующую цель Урон низкий Энергия средняя Площадь поражения средняя Дальность высокая Так, давайте Вот этот веерный Он мне больше нравится как-то Выбрать Дрон поддержки Он всего один у нас Вы вызываете боевого дрона Который атакует врага Вместе с вами Перезарядка 60 секунд Торпедостиратель Это мощная торпеда При взрыве наносит огромный урон Всем противникам в зоне видимости Чем позднее она взорвется Тем выше будет нанесимый урон Перезарядка 30 секунд Отлично Ну что, погнали 102 астероида Да Это будет Это будет Нелегко Я скажу вам Так, астероиды же у нас Не наносят до урона Мы можем их долбить Так, корпусом Я так понимаю А, или мелкие Мелкие, наверное Астероиды Да, скорее всего мелкие Потому что я не думаю, что Если большой вот такой вот астероид Впилится То О, ящик, ящик, ящик Ай Если в такой большой Строид в пилиться То В жизни у нас Убавится Ого-го Что-то я там пролетел Так Меня Так-так-так-так-так Низкий уровень энергии Я все Оу-оу Я все забываю, что Нельзя долго держать Сколько? Мы всего 40 Астероидов сбили Маловато Маловато Ай Энергию Энергию Воу-воу-воу-воу-воу-воу Жесть, 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 жесть Зажали меня там Спит Скорость взяли Увеличили Что? Что произошло? Почему у меня так стало стрелять? Почему у меня такая маленькая А, я взял наверно Красное С красным значком Который Негативно влияет На наши системы Блин Но не суть. Наша главная задача это разбить астероиды. Оу. Блин. Так я далеко не уйду. С такой скоростью и с таким... С такой скорострельностью. Черт. Да где же улучшения всякие? Но здесь всякие ништяки. По стандартам игры-то. Так 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 так. Так сложность в том в таких играх, что... Приходится всегда начинать все сначала. Если ты умираешь. Если ты умер даже под конец уровня, миссии. Ты все равно начнешь ее проходить с самого начала. Вот самая запара в этих играх. Так 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 так. Есть. Половину уничтожили. Ну, опа опа. Отлично прошли это место. Так, 82 астероида у нас собрано. В принципе, осталось не так уж и много. Если мы поднажмем и не будем тупить, то все получится. Так, совсем чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Я надеюсь, никаких боссов в этой миссии не будет. О, 103. Мы уже собрали больше, чем положено. А почему у нас уровень не заканчивается? Что это за? Отличная работа. Можно возвращаться на базу. Дополнительная награда. Тысячу террорий. Окей. В убежище. Ах, по пути. Я думал, сейчас соберет их. А он просто их... Ты столкнулся с бойцами Кайбертэч. Много их тут в последнее время. Эта корпорация занимается развитием и массовым внедрением искусственного интеллекта. Не знаю, какого черта они забыли здесь и почему напали на тебя, но мне от этого определенно не по себе. Впрочем, это уже позади, поэтому давай займемся пиратами. В последнее время они в конце... В конец обнаглели. Понаставили своих турелей в округе, угнали мой грузовик. То и дело нападают на местных торговцев. А убежище только и держится на торговле. Руководит всем этим сбродом эриданец по имени Слейн. Он все время отсиживается на своем охраняемом аванпосте. И каков твой план? Идти в атаку на его аванпост? Нападать на станцию без подготовки неразумно. Нужно действовать последовательно. У Слейна есть помощник, который с основными пиратскими силами базируется неподалеку. Первым делом надо разобраться с ним и его людьми. Потом я хочу вернуть свой грузовик, который они угнали. Ну и наконец нужно уничтожить пиратские турели в округе. После этого пираты будут ослаблены достаточно, чтобы ты мог уничтожить оборону их аванпоста. Уничтожить тут, взорвать там. Мне нравится. Итак, друзья. Что, на этом, наверное, я буду заканчивать серию. Игрушка вполне такая прикольная, красочная. Действительно, как классический скролл-шутер. Вот. И даже есть сюжет. И я думаю, мы будем ее проходить. Да. Попробуем до конца ее пройти. Но постепенно. Так что следите за выпусками. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok